Контрольно-дисциплинарный комитет Крымского футбольного союза решил жестко наказывать за противоправные действия на футбольных стадионах полуострова. Не обошли стороной санкции и футбольный клуб СКЧФ «Севастополь». На заседании КДК рассматривался вопрос об использовании севастопольскими болельщиками фаеров и дымовых шашек во время выездного матча Симферопольской Таврии 10 октября. За это нарушение севастопольский клуб был оштрафован на 7,5 тысяч рублей. Однако это еще не все. Согласно выписке из протокола заседания комиссии, цитата, «Учитывая, что матч транслировался в прямом эфире Крымского телеканала и действия болельщиков вызвали большой общественный резонанс, запретить клубу осуществлять организованный выезд болельщиков на два тура и на десятый тур, запретить пропуск в фанатский сектор домашнего стадиона». Такое жесткое решение контрольно-дисциплинарного комитета вызвало резонанс в футбольных кругах Крыма и недовольство в рядах севастопольских болельщиков. «Мы не согласны с данным решением, мы будем его обжаловать, потому что оно принято в разрез регламентом. Но хотелось обратиться к болельщикам, что они просто подставляют клуб и уже не первый раз. Решение пока то, что вы видите, фан-трибуна сегодня пустая. И вообще рассматривался вопрос о лишении стадиона три матча без зрителей». Апелляция подана на решение контрольно-дисциплинарного комитета, согласно которому севастопольский стадион наказан условно до конца сезона. То есть при возможных нарушениях жители города-героя могут быть вовсе не допущены на матчи родной команды. При том, что крымские стадионы и так остаются полупустыми на матчах премьер-лиги. И именно СКС-арена собирает наибольшее количество зрителей. Уже принятые решения контрольно-дисциплинарного комитета футбольного союза приводят к странным ситуациям. Так, например, на матче СКЧФ-Севастополь-Рубин-Ялта 24 октября обе команды оказались без главных тренеров. Причины отстранения одинаковые. Цитата «за оскорбительное поведение, демонстративное комментирование действий судей матча с использованием нецензурных выражений». Главный тренер СКЧФ Олег Станиславович Лещинский отстранен на два матча. «Это решение КТК, я думаю, надо всем, и не только Лещинскому, но и всем футболистам, которые себя вести на поле более сдержанно. Не позволять эмоциям, как говорится, выхлёстываться через край. Мы его первый раз спросим, а в дальнейшем, конечно, это все будут игроки и тренеры, наказанные за неподобающее поведение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова